Миллиардные инвестиции в промышленные предприятия, создание новых рабочих мест, наземное метро в трех городах и электронный язык жестов для глухонемых. Все это новости пятого международного инвестиционного саммита, которые открылись сегодня в Донецке. Авторитетный экономический форум посетил президент Украины. С участниками и гостями саммита инвестиционные перспективы региона обсуждала Виктория Чистюхина. До официального открытия международного инвестиционного саммита еще полчаса, но в зале уже собираются его участники. Из ВИП-гостей одним из первых прибыл министр регионального развития. Анатолий Близнюк заверяет, что принятые на этом форуме решения реализовываются. Пример приводит упрощенное пересечение границы между Украиной и Россией, которые одобрили на прошлогоднем саммите, прошедшем с участием двух президентов. Так сложилось, что деревня пополам поделилась, с той стороны Россия, с этой Украиной, но не может такого быть. Поэтому совершенно упростилась эта процедура и проблем в этом плане от людей, которые там живут, ну по крайней мере жалоб нет. Пятый инвестиционный саммит открывает вице-премьер Борис Колесников. Он сообщил не только о проектах, которые состоялись, но и о ближайших планах. Украина единственная страна в мире, которая построила пять аэропортов за 18 месяцев. Люди, которые участвовали в строительстве, получали зарплату. Соответственно, сегодня это новые рабочие места, запустили полоскоростное движение железнодорожное. И сегодня работаем над проектом Донецкого, Харьковского, Днепропетровских метрополитенов. Проект Донецкого метро будет представлен в Донецке не позднее 20 декабря. Наземного. Мэр Донецка делает ставку на модернизацию топливоэнергетического комплекса. Губернатор на научные разработки. Куплены потенциальными инвесторами разработки того же Политехнического университета и других наших ученых. А вчера на выставке, во время посещения, принято решение о закупке, вот вы, наверное, знаете, вот этой вот электронной перчатки, которая победила в Австралии на международном конкурсе для наших интернатов, для инвалидов. Сегодня инвестиции необходимо вкладывать. Ну, в первую очередь, это касается модернизации топливоэнергетического комплекса с максимальной энергоэффективностью. Президент Украины прибывает спустя час после начала саммита. В своем выступлении Виктор Янукович подчеркивает, что экономика страны нуждается в инвестициях. Только мобилизация мощного внутреннего инвестиционного ресурса и широкое привлечение иностранного капитала могут обеспечить модернизационные преобразования. Мы хорошо понимаем, что инвестиции, особенно в условиях их острого дефицита, идут туда, где высока отдача внутреннего рынка. В саммите участвуют авторитетные экономисты, топ-менеджеры крупнейших компаний, банков, государственные руководители Украины и других европейских стран. Компания СКМ только в этом году готова инвестировать 2 миллиарда долларов в украинские предприятия. Инвестиционный климат меняется. В настоящий момент нам, наверное, необходимо быть более агрессивными в плане инвестиций. Достаточно конкурентная среда на сегодняшний момент. Мы общаемся с различными представителями бизнеса, с финансовыми институтами. Они открывают нас по-новому. Мы находим новые точки соприкосновения. Также это помогает нам узнать, что происходит у других, что происходит в регионе. Чтобы о международном инвестиционном саммите узнала вся Европа, из Лондона приехал журналист Майкл Азамарский. В Донецке он впервые. Меня впечатляет содержание и количество участников этого мероприятия. Очень потряс профессионализм организации саммита. Но я считаю, что такие мероприятия должны прежде всего проводиться не для жителей региона, а для иностранцев. Общаться друг с другом и налаживать контакты инвесторы смогут еще один день. А следующий бизнес-форум проведут уже в Нижнем Новгороде.